Майни, вновь с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Брайан Мапс называется Дорогие блогеры, никогда не открывайте посылки от зрителей, давайте же посмотрим. Я антимайни, я очень зол, я украл вашего глупого блогерка, потому что, потому что у него появился магазин, и я должен получить у него скидку, и это было бы правдой, но в майни-шоп уже скидки, поэтому ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании, а мы продолжаем смотреть видос. Что за посылочки такие? Это хоррор посылки, это вот как-то митражка. Всем привет, друзья, с вами Брайан, и добро пожаловать в один день из моей жизни. Да, у меня закончились идеи. Ладно, в действительности, что меня сподвигло снять этот влог, так это то, что мне на почту пришло извещение о том, что на мой абонентский ящик пришла посылка. Что очень странно, потому что я закрыл свой абонентский ящик еще в году, так в 2019, наверное. Помните, я раньше снимал рубрику распаковки ваших посылок? Так вот... Это была лампа, довольно, на самом деле, это было очень давно. Я ее больше не снимаю, поэтому потребности в абонентском ящике у меня больше нет, так что я не очень понимаю, как это могло произойти, но да ладно. Сейчас я схожу на почту, заберу эту посылку, и мы с вами посмотрим, что же мне там такое прислали, и кто. Посмотрим, посмотрим. В Питере, как обычно, погода меняется каждый час, но хоть теплее становится, и на том спасибо. Окей, пока все начинается слишком ловитово, но мы уже видели, спойлеры вначале. Все будет пояснить, все ясно. Здрасте. Пугать будет у нас. В случае, не... Вы видели, какое я на лицо сделал? Понимаешь, все, она огромная. Ага, спасибо. С крестами. Ужас, ужас. Так, посылка от... Сидоровой амины. Из Волгограда. Интересно. Что ж, выглядит... Странно. Но креативно. Что-то легкое. Ну вот. А я думал, что еда будет... Как стадать доброй. Как всегда еда, еда, еда. Как иначе. Нет, ладно. Я все-таки попробую открыть коробку, как полагается, в какой-то веке. Не просто разрезать ее ножом в рандомном месте. Разве все равно не на... А, типа, это есть какой-то специальный способ открывания коробок. Я всегда подрезаю все равно ленты, типа, упаковочные. Хотела украсть мой батончик. Обожаю запах скотча. Капец. Ужас. И так... Что же тут у нас? Ага. Ого. Ээээ... Это все? Зачем тогда нужно было присылать такую огромную коробку? РАЗИ ЗАПИСКИ! Привет, Брайан. Меня зовут Амина. Я из Волгограда. Мне очень нравится смотреть твои видео, поэтому я решил отправить тебе свою любимую плюшевую игрушку. Это Мишка. Его зовут Роберт. Ага. Есть всегда проблема. Роберт, where are you? Я не знаю. Видимо, Роберт не смог пережить доставку от Почты России. Что это сейчас нахрен было? Мишка Фредди? Наремнантил Мишку получается, реально. Вот так, ребята, вот такой вот ФНАФ. Что там Мишка? Тут еще записка. Почернел. Ну как тебе, Роберт? Это была моя любимая игрушка в детстве. Он помогал мне засыпать, когда мне было страшно по ночам. Во-первых, как он помогал засыпать и по ночам, мне бы определенно снились кошмары. Во-вторых... Да ладно. У меня сейчас глюкель, он только чтобы... Потемнел, потемнел. Что происходит? Чисто портал, Глада сбалуется. Портал 1 поставил, закидает ему всякое. Еще одна. Не пугайся. Я знаю, что это выглядит странно, но так получилось, что у меня есть возможность передавать тебе любые предметы через эту коробку дистанционно. Не спрашивай, как я это делаю, просто... Ты закрыл свой абонентский ящик уже много лет назад, а я хотел отправить тебе что-нибудь по почте. Кстати, ты тоже можешь это сделать. Просто положи любую вещь в коробку, и она будет у меня уже через минуту. Норм, чисто обмен. Это так удобно. Блин, представьте, если бы это было реально так. Я бы хотел, чтобы была такая коробка. Я понимаю, только единственный минус с этой коробки, то, что любой предметы, который ты кладешь, он поджигается, видимо, не знаю, где-то в дороге, сгорает частично, потому что это удобно. Представляете, так с друг с другом можно обмениваться какими-то ништяками. Приготовил похавать, и передал им он покушал. А, это шишки какая-то, да? Окей, я не знаю, что происходит и как. Как она это делает? Ну да ладно. Привет, Амина. Я получил мишку, спасибо большое. Мне очень приятно. Я не знаю, где ты научилась черной магии, но мой мозг взорван. Кстати, а что произошло с Робертом? Такое ощущение, что его погрызла собака. Скорее то, что его подпалили. Не могу поверить, чем сейчас занимаюсь. Но допустим. Окей, видимо, это не так работает. А всё, потерял на секундочку внимание, и всё. Да не может быть. Что здесь происходит, твою мать? Блин, ребята. Люди до того, как изобрели телеграмму. Чисто вот, примерно. Это флешка. Ну уж нет. Никакие незнакомые флешки вставлять в свой компьютер я не буду. Я же не до... Мне стало очень интересно посмотреть, что на эти флешки. И я придумал, как можно себя обезопасить. На самом деле, можно себя более легко обезопасить. Берёшь, покупаешь себе очень старый ноутбук. Он там блогер, он может себе позволить. Какой-то супердревний, мега там, который реально... Или суперстарый комп. Туда втыкиваешь, если сломается, ну не жалко. Спасить. Я открою её через фейк-винду. А, так она не очень поможет. Он же воткнёт его в настоящий комп. А вдруг там этот USB-киллер, который может убить тот же USB-шник или дать разряд. Други детства. Лучше так не делайте, ребята. Не вставляйте незнакомые флешки. А вот она. Никогда. Никогда. Мне это уже не нравится. Привет ещё раз. Я знаю, это выглядит странно. Но это очень круто, то, что мы можем теперь с тобой общаться. И я хочу ещё что-нибудь отправить тебе. Какая бы сейчас погода в Питере. В Волгограде очень холодно. Ты когда-нибудь пробовал волгоградский снег? Он очень липкий и длинный на ощупь. Из него с лёгкостью можно ступить снеговика. Я отправлю тебе немного, чтобы ты мог это ощутить. Блин. Спасибо за снег, подруга. Блин, снег такой классный. Он же везде отличается. С этого момента поподробней. Эм... Ну всё, жди снега. Сейчас ему в лесу прилетит снежка. На! Я знал! Я... Прочитано, прочитано. Не такого новогоднего чуда я ждал. Пи***ь. А то попить можно сразу. Ладно. И поесть, и попить одновременно, ребята. Вот и плюсы снега. Думаю, Влог обещает быть интересным. Эм... Она прислала мне Рафаэлку. Откусанную Рафаэлку. Большое спасибо! Нашла последнюю Рафаэлку под кроватью. Я уже думала, их больше не осталось. Я очень люблю Рафаэлки, но не стала её есть. Решила отправить тебе. Заварю горячий чай и наслаждайся. Нет уж. Есть я это, пожалуй, не рискну. Тем более откусанную. Уж извини. Амина. Секунду спустя. Так. Что дальше? Музыка? Там ещё джебелька лока была? Смотри, какая прикольная штука. Капец, музыка. Я обожаю мыли, джерис. Они меня успокаивают. Понравилась шляпа? Мне кажется, она тебе очень идёт. Ну, заглянь на него, какой он красивый, я не могу. Интересно, что меня ждёт на этот раз. Отличная кружка для начала хорошего дня. Отличная кружка, реально. Бегу делать важные дела. Спасибо. Так. Новое видео. Хён Джин, это что, с BTS? Кстати, какую музыку ты любишь? Если честно, я обожаю BTS. О! Кто шарит? Кто шарит? BTS, это моя жизнь! BTS! Извините. Ну, так как они сейчас все в армии, но в музыке не выходят, я очень скучаю. Благо, я обнаружил для тебя новых любимчиков. Это группа Stray Kids. Мой любимчик Хён Джин. А, нет, это Stray Kids. Извините, не шарит. Я отправлю тебе карточку. Ну и слушайте, я угадал тему. Ну, могла бы что-нибудь и поинтереснее отправить. Окей, я, конечно, очень благодарен ей за то, что она присылает мне все эти подарки, но почему все, что она мне присылает, либо сломанное, либо с какими-то дефектами? Очередная флешка. Господи, сколько у него флешек? Ты хоть флешки возвращай. Очередное послание. Знаешь, за все дни нашего общения мы так сблизились, что я с полной уверенностью могу назвать тебя своим другом. Я надеюсь, ты чувствуешь то же самое. Я понимаю то, что это очень сложно заводить друзей по переписке. Ты не можешь увидеть, услышать или почувствовать запах человека, с которым общаешься. Она сейчас себя такая, опа, бульк. А ну не надо, там опасно. Там, видела, все горит. Так как у меня сейчас нет денег на самолет или на поезд в Питер, то это прекрасная возможность. Коробка, с помощью которой я тебе отправляю подарки, достаточно большая. В нее с легкостью может поместиться человек. Но стой, я думаю, не вылезет. Только не я точно смогу. Надеюсь, я не достану тебя в раз плохо. Что вы собираетесь делать? Блин, класс. Люблю, когда мое личное пространство через коробку перемещается. Это мой любимый, кстати, кто не знал. Почему все, что она мне присылает, либо сломанное, либо с какими-то дефектами? Нет. Черт, до меня только сейчас дошло. Нет. Нет, 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 стой. О, господи, что мне делать? Написал бы, слушай, тут что-то подгорело все. Она же сейчас. Я не думаю, что это поможет. Сколько времени? Я должен отвезти ее обратно. Да. Здрасте. Как я могу отправить посылку обратно ее отправителю? Как-как? У вас адрес отправителя есть? Вы просто берете и отправляете? Да, адрес есть. Ну вот, заполняйте квитанцию и отправляем. Сейчас она туда вылезает. Аминьи Садимировне. О, го, брат. Все, заполнил. Сейчас упакуем. Можно побыстрее, пожалуйста? Я очень спешу. Молодой человек, у нас тут не экспресс-доставка. Еще коробка такая мятая. Давайте я вам сейчас нормальную принесу и все вот это свое туда переложите. О, нет. Это что такое? Мы животных не перевозим. Это что такое? Я сейчас полицию вызову. А что, в смысле? Она просто... Амина? Задушнилась, что ли? Не пойму. А что она упала? Она задушнилась. А я не понял, почему она упала. Тут магичка какая-то есть. Все нормально? Я Анина. Наконец-то мы встретились. Это не ты. Какой догадливый. Похоже, я маму не научил. Нелись своим грязным ручонком в чужие посылки. А что я этого не задушнила? А Брайан антидушнильный. Реально на складе почта рассидит и снимал? Что это за пиздец? Представляете, для какой-то посылки, может быть, даже до вашей, Брайан дотрагивался. Это какие-то девочки с интернетикой такие... О, может быть, это моей? Он хоть и не хеншин, но тоже неплох. Все всосало. Это прикольная идея для хоррора, на самом деле. На самом деле, Брайан довольно оригинальную идею придумал. Вот, без шуток. Подождите. Это чисто я в детстве халабу достроил. Это же... Вещи, которые она мне отправляла. Ну, нормальные при этом. Только... Только они нормальные. Какого черта? Подождите, там где-то она должна быть. Брайан, Бэкрумс. Это Бэкрумс какой-то особый. Флайм? Амина? Тихо, тихо, тихо. Не плачь, пожалуйста. Расскажи мне, что это за место? Я только что видел тебя на почте. Точнее, это была... Я знаю, я тоже ее видела. В общем, моя мама работает на почте. Я залезла в ее компьютер и нашла там твой адрес. Только не сердись. Эти коробки... На самом деле, их было две. Я нашла их на складе возврата. Там возникли какие-то неполадки с доставкой. Адрес был недействительный. И... Они там так и пролежали два месяца. Мама сначала хотела их выбросить. Но... Они мне так понравились. На них были такие красивые символы. И... Я забрала их тайком к себе. Поначалу я хранила в них свои тетрадки. Но как-то раз, перед контролем, они пропали. Я поняла, что эти коробки непростые. И они чем-то связаны. Ты помнишь, куда их хотели отправить? Кто был отправителем? Эти коробки были из Китая. Я не знаю. Вот такой, ребята! Из Китая Алиэкспресс. Вот теперь задумайтесь. Вот заказывайте даже с Алиэкспресса. Ребята, заказывайте, заказывайте. Вот такое произойдет с вами. Что вы будете потом делать? В бэкрумсе будете сидеть вот это... В коробке. Да похоже, вернули их не просто так. О, мой бог! Я не знаю, что ли им делать. Прости, я не хотела этого. Ладно. Пойдем. Да. Искать выход? А если мы опять ее встретим? Я боюсь. Ну, если ты продолжишь сидеть, здесь шансов на встречу с ней у тебя гораздо больше. О, все в конце туннеля. Ты слышала? Поползла. Ты чего? Не надо. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Чисто стелс. Стелс уровень. Послушай, мы же даже не знаем, какие у нее намерения. Как бы страшно она не выглядела, может быть, нам стоит просто поговорить с ней и попросить вернуть... Не, ну она, видно, хорошая сразу. Помогла поездить, ну прикольно. Такое развлечение. Блин, реально бэкрумс, только маленький. Очень. Микро бэкрумс. Не, ну лох реально интересный, тут не соврал, слушайте. Без коробкового лада выбирается. Без коробкового лада выбирается. Привет. Нет. Нет. Нет, ну нет, теперь Брайан Мапс злой, ребята. Получается все, больше Брайан Мапса доброго не будет. Будем присмотреть только видео злого от Брайан Мапса или от Брайан Мапса в коробке. Варианта два. Блин. Оба не очень прикольные. Нет. Все, теперь Брайан Мапс злой будет. То есть все следующие видео это злого Брайан Мапса. Что там было написано? А, он так анонсировал новый свой ящик. Если да, то это гениально. Походу это, наверное, новый его получится ящик, да? Ну это прикольно, прикольно. Вот это трейлер для анонса своего ящика. Мощно, мощно. Ребята, ссылочка на регионал в описании. Приходите, подписывайтесь на Брайан Мапса. Подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Всем удачи. Я себя люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok